я вас приветствую друзья в этом видео хочу продолжить тему расстрела царской семьи а имеется ввиду всей семьи царской это всех братьев они только семьи николая второго я хочу продолжить поясование о михаиле романове как известно он был братом николая второго последнего императора россии отрекшегося кстати в его пользу так что михаил романова тоже можно даже считать императором россии возможно он и будет им и считается является последним тему расстрела михаил романова я озвучил в первом ролике в своем видео подготовленному по письму моего зрителя олега шадрина который является не только зрителям но и успешным литератором автором интересных достаточно книг вот он мне прислал вот такую книгу это вот олег шадрин называется если съешь бутерброд с ломтиком филе квазера подписал ее спасибо огромная благодарность конечно вот можно увидеть вот здесь вот подпись да ладно ему эльдару от автора чем интересно еще эта книга здесь есть вот карта перми старая карта перми 1898 года то есть это старинная карта перми как тогда все располагалось а это важно важно в понимании того каким образом происходило похищение никого михаила романова важно понимать карту и чтобы знать и вот каким образом вывозили где находилась чека куда завезли где якобы расстреляли потому что в своих мемуарах очень много путаницы вот эти вот якобы чекисты в кавычках а это точно не чекисты в об этом мы узнаете дальше рассказывали и это видео она сейчас он создается на материале предоставленным олегом шадриным он прокатился по маршруту прошлом году в этом году не получилось показать то место где его дед встречался с михаилом романовым это возле аханска его дед когда-то служил подразделение которым командовал михаил романов 1 мою мировую войну и тогда его еще запомнил у них тогда еще были какие-то там встречи разговоры выделился дед олега шадрина во время этих событий первой мировой войны и михаил романов его запомнил еще тогда и здесь случайно встретившись возле аханска они узнали друг друга миха романов был в крестьянской одежде просил больше никогда не говорить и никому об этом и и на основе вот этих воспоминаний мне и написал письмо александрин доказывая что не было никакого расстрела а михаил романов по всей видимости благополучно куда-то уехал исчез и был то ли вывезен белогвардейцами то ли монархистами то ли большевиками тут как бы разные версии есть но точно не был расстрелян и вот очередное видео с разбором уже теперь маршрута вот этого следования похитителей вместе с моих михаилом романовым как раз и я предоставляю вашему вниманию кстати по поводу олега шадрина тут был как-то вопрос а если еще какие-то книги которые он написал вот можете посмотреть вот на этот ряд опубликованных им книг еще раз повторяю человек пист интересно можете приобрести вас почитать я думаю не пожалеете теперь перейдем непосредственно к видео поездки по маршруту похищения маршрут нам известен из отчетов перских чекистов которые рассказали как это посещение происходило здесь мы видим здание по петропавловской 53 вот именно в этом здании в июне 1918 года и находилась губернская чека правда здание настоящее время совершенно другое произошла надстройка до пяти этажей и изменился облик здания именно от этого здания по петропавловской сторону королевских номеров где проживал брат николая второго великий князь михаил романов направили две пролетки с ордером на арест четырьмя чекистами путь их после похищения пролегал по торговой улице до соликамской сейчас называется максима горького а далее до вознесенской сейчас луначарского и далее мимо тюрьмы в направлении речки и гофе к деревне горки и соликамского тракта мы проделаем этот путь на машине маршрут до королевских номеров однако он пройдет по улице 25 октября ранее обвинской так как здесь чуть позже в октябре 1918 года губернская чека переехала в новое здание усадьбу купцов тупицных слева располагается пермский оперный театр справа красное старинное здание мариинской женской гимназии в котором сейчас располагается аграрно-технологический университет поворачиваем на улицу советская бывшая торговая далее направо на сибирскую здесь доме номер пять и располагались бывшая гостиница королевские номера лучшая гостиница того времени по нынешним меркам где-то пять звезд однозначно дальше едем по маршруту похищения михаила романова так называемыми чекистами справа улица петропавловская в которой приехали чекисты с фальшивым ордером на арест князя далее мы едем в сторону моста через его шаху за красным кирпичным забором находится тот самый тюремный замок мимо которого по той же самой дороге проезжали пролетки с князем в мотовилиху мы подъезжаем к мосту дамбе через речку и госка который связывал пермь соликам ским трактом справа перед дамбы находится старинное его шанское кладбище далее наш путь проходит по соликам скон тракту это участок сейчас называется улице уральской до бывшего центра мотовилихи в те времена то окраине мотовилихи было порядка ну где-то двух километров для наглядности мы приводим карту окрестностей перми того времени и вероятный путь чекистов с похищенным князем чтобы понимали про какой маршрут идет речь видно что дорога пролегала через деревню горки с обеих сторон тракта были крестьянские дома от деревни несколько дорог через походу уходили в леса проезжаем мимо здания пермского цирка он слева движемся по улице уральской дальше к сведению соликам скей тракт проходил тогда за цирком а позже переходил в трассу по которой мы едем как видите расстояние до мотовилихи достаточно большое и чекисты в принципе могли спокойно свернуть на любую лесную дорогу вправо но они почему-то упрямо следовали вперед ну и в этом как раз и кроется загадка потому что ну зачем зачем вам по достаточно оживленным улицам кое быть пойманными все-таки упорно вести куда-то в определенное место михаил романова когда можно было свернуть в лес в любом в любое время вот наконец и начала старой мотовилихи слева располагаясь кладбище сейчас это обычный сквер о начале мотовилихи свидетельцы башни из красного кирпича по адресу анри борьбюс 54 на параллельной улице она до сих пор сохранилась эта башня и ее можно и сегодня наблюдать а теперь мы въезжаем в старую мотовилиху ранее эта улица новокладбищенская по ней сослов чекистов они доехали до участка милиции на мостовой 6 это рядом с прудом где сделали остановку обозначена карте большой красной точкой цель этой остановки тоже непонятно как в принципе и непонятно а почему нельзя было ну произвести так сказать расстрел на этом за кладбище там за закопать вот здесь мы пересекаем улицу ивановскую бывсу никольскую именно на ней стояла никольская по-другому николаевская церковь о которой упоминали своих воспоминаниях чекисты наш путь лежит на улицу 1905 года ранее улицу большую который является центральной улицей мотовилихи слева под горой располагается корпуса одного из крупнейших заводов перми бывшего пусочного завода одного из самых старейших заводов перми мы сворачиваем налево под гору чтобы ехать на центральную улицу мотовилихи справа на горе остались корпуса троицко-стефановского монастыря бывший троицкой церкви исторического городского памятника сохранившегося до наших дней как видно путь чекиста проходил по густо заселенной местности и хотя было достаточно поздно на улице в это время гуляла много рабочих так как в июне как как мы указывали были белые ночи однако чекисты уверяют что не встретили ни одной души я хочу обратить ваше внимание на этот факт еще раз густо заселенная местность была по пути практически всего марсрута и ни одного человека за все это время они не встретили к сожалению на этом участке очень большие пробки поэтому мы слегка сократим фрагмент проезда по улице 1905 года справа и слева старинное здание а теперь поворот непосредственно на соликамский тракт в настоящее время в этой части он называется улицей соликамской право уходит так называемая верхняя дорога она проходит по верху горы параллельно соликам скому тракту по лесному массиву похитители могли бы поехать по ней и они завернули на нее заскочив милицейский участок который располагается нам с тобой цель имеется указатель на отвороте однако они почему-то предпочли нижнюю дорогу что является еще одной загадкой но зачем вам вот эти круговерки вот почему именно целенаправленно было надо бы уехать именно вот туда куда не в ли якобы в результате приехали когда было гораздо проще и быстрее исполнить их желание повернув там по другим дорогам поехал завернув раньше в лес или вот здесь проехал непонятно и объяснение никаких нет в мемуарах на эту тему мы движемся по соликамской справа трезвичайно крутая гора местная достопримечательность она называется вышка там находится мемориальный комплекс посвященный участникам декабрьского рабочего восстания ты 905 года дорога уходит вправо за гору им это и велико пропадает из нашего поля зрения и вот тут мы вспоминаем утверждение вот этих вот якобы чекистов что когда они проезжали по этой дороге сзади были видны купола никольской церкви и ясно понимаем что это откровенная вранье потому что никаких куполов никольской церкви с этого места наблюдать они не могли это еще один очередной факт который ставит но просто крест на рассказах и воспоминаниях участников тех событий так называемых чекистов которые якобы похитили михаила романова и увезли его где-то там расстреляли они дорогу абсолютно не знали и явно что-то блуждали совершенно неправильных направлениях такое ощущение создается до сих пор по сторонам соликамской разбросаны старинные деревянные избы многие из которых многим из которых больше 150 лет слева низ идет горнозаводская залетная дорога а за ней опять же корпуса мотовилинского завода они построены на заболоченной местности жилые дома располагались исключительно вдоль тракта причем по нему осуществлялось очень интенсивное движение в любое время суток но чекисты по дороге не встретили ни одного человека как я уже упоминал вот понимаете то есть они едут по самым густо населенным местам они проезжают по дорогам которые ну постоянно какое-то интенсивное движение происходит на этих дорогах даже по тем временам не встречает ни одного человека не встречает ни одного экипажа ни одной там никого вот все без людей в пластное ну этого же просто быть не может и ведь это действительно факт подтверждать их никто не видел откуда вот это в мемуарах потому что ни одного свидетеля не нашлось который бы видели их передвижение и они это объяснять тем что они сами просто никого не встретили да не было никого вот мы так проехали удачно целикамский трак после дождя представлялась я раскисную глинистую трассу а 13 июня днем как раз шел небольшой дождь и в течение стих дней до этого шли дожди и опять таки про вот эти дожди нигде в мемуарах нет ни слова что тоже странно и удивительно ведь они же должны были как минимум ну хоть немножечко на промокнуть и как-то об этом вспомнить что были промокшие было там слякотно грязно ничего об этом не сказано нигде то есть по погоду они не отразили а такую как вот дождью погода обязательно должны были отразить и это еще один факт доказывающий что не было там никакого похищения и нигде они там не катались в это время как видите крутая гора сопровождая дорогу на всем пути следования кое-где гора рассекается небольшими речками в долине которых были сенокосные луга рабочих мотовилинского завода мы проезжаем долину реки язовой здесь конечно можно было свернуть куда-нибудь вправо но почему-то чекисты с похищен князем его адъютантом зонсона продолжает опять двигаться в прямом направлении и опять странность ну вот но почему нельзя было свернуть что вас так влекло вот уже проехали несколько мест где спокойно можно было осуществить задуманное то есть расстрелять михаил романова с его адъютантом но нет вот надо максимально роду продлить этот процесс передвижения чтобы уже наверняка кому-то попасть на глаза да вот удивительные значит конспираторы и это тоже вызывает серьезные вопросы а вот эта местность справа называют красный лог или красная горка многие историки считают местом расстрела но он за находится в пяти километрах от окраины мотоверихе от них не в 6 верстах как утверждали чекисты я напоминаю что вот эти 100 чекисты которые потом высказывали официальный маршрут передвижения михаил романова ну как вот во все-таки вывезли со слов вот этих вот товарищи которые его вывозили что проехали 6 верст и доехали до место там где вроде как произвели расстрел но верста это один километр 66 метров чуть больше километра 5 километров этой ныну на никак 6 верст не получается то есть когда историки утверждают что вот красная горка или красный лог это место расстрелу михаил романова но ваза не бьется с расстоянием опять 25 как так и где же нефтяные склады которые указывались мемуарах они же как писали мы проехали нефтяные склады а потом еще дальше один километр нач одну версту проехали по тракту ну они за еще не проехали нефтяные склады до красной горки не получается опять не срастается детали на схеме схеме опубликовано январском номер уральского следопыта керосиновые склады нобеля обозначена берегу камы ближе к городу и перед рекой ядовой но это совершенно не то с 1908 года по сегодняшнее время они располагаются ровно сверсти вид верстах от окраины мотовилихи они в пике поэтому мы едем до них чтобы убедиться в истинном местоположении переезжаем заледорожные пути они представлены на карте окрестностей перед перми 1925 года ничего почти за сто лет здесь не поменялось но опять чекисты почему-то ничего не говорят про пересечение заливной дороги опять загадка то есть получается по расстоянию как бы уже нет не сходятся по знаковым местам не получается по пересечении дороги тоже тишина по погоде вы смотрите сколько нет совпадений проезжаем корпуса бывшего старинного супер фаспатного завода построенного в тыди то встанадцатом году это акционерное общество химический завод comtex химпром сегодня у подожья горы проходит гранд заводская ветка железной дороги проезжаем еще один километр по царикам скому тракту сторону левсина то есть 6 небольшим километров или ровно 6 верт как и описано у похитителей вот цитата таким образом проехали керосиновый склад что около 6 верт от мотовилихи и вот рядом с с проходной кампского завода масел вправо идет дорога до знаменитых складов мобеля теперь это кампская тефтебада и предприятие автоград чтобы убедиться в этом сворачиваем на лево направлении берега камы вот и знаменитая керосиновая цистерна братьев нобелей мы не стали двигаться дальше по царикамскому тракту потому что проехал 1 2 километра все равно вы не обнаружили дороге направо и и там просто нет и это можно убедиться посмотрев на google карту вид сверху а по словам преступников они отъехали от ворот на склад но били еще километр в сторону лексона потом свернули направо по дороге в лес метров 120 150 но нету здесь дороги и вообще не видно и не было никогда хотя лес есть причем лет такой на крутой до горе достаточно и достаточно густой и еще раз кстати надо отметить что проехать к лесу опять надо пересечь железную дорогу и опять об этом никакого упоминания нет и вот теперь мы попадаем на это самое место предположительно где и произошла трагедия но где был расстрел с михаилом романовым насколько это действительно соответствует действительности вот это самое место это мы рассмотрим в дальнейшем я решил все-таки разделить этот цикл на два три видео наверное чтобы не утомлять объемом информации вот сейчас мы проехали по официальному предполагаемому маршруту убедились тоже здесь явно несколько нестыковок в плане описания движения имеется ввиду объекты которые проезжали пересечения зародных путей не указали погодные условия не указали убедились что это достаточно густо на зеленые места и тогда и раньше были то можно сравнить со старой картой и уже можно понять насколько действительно вот этот маршрут ну не соответствует логике наверное давайте так скажем и выглядит крайне странным даже если читать описание мемуаров участников этих событий на этом первую часть я заканчиваю ждите продолжение она обязательно будет а мне только остается сказать до новых встреч друзья